Здравствуйте, дорогие телезрители! Благословение Господне да пребывает с вами! Мы продолжаем наши беседы «Православие и медицина». В прошлой нашей беседе мы говорили о том, что больной человек, оказавшись перед обществом, обществом советским, он всегда был виноват. Виноват уже тем, что он болен. Виноват, что он не может находиться на своем рабочем месте. И вот мне бы очень хотелось, чтобы мы сейчас вместе с вами обратились в свой взгляд в прошлое. Во времена православия, во времена Святой Руси, когда при каждом монастыре обязательно был приют, обязательно была лечебница для больных, когда создавались целое общество, общины, сестер милосердия, когда благотворительность в России была таковой, что вот эти сестры милосердия, общины сестер милосердия могли нанимать самых лучших врачей для оказания помощи людям, которые не имели средств, чтобы заплатить врачу. И это все было на благотворительности. В числе сестер милосердия были представители сначала княжеских родов, а потом и императорской семьи. И вот это высокое звание сестры милосердия, оно действительно давало людям возможность свою любовь, свое милосердие, свои силы духовные отдать человеку болящему. Потому что в то время больной человек был человеком уважаемым. Ведь как рассматривалась болезнь? Болезнь рассматривалась как испытание, которое Господь дает человеку для того, чтобы он исправился. Но если Господь обратил внимание на этого человека и послал ему болезнь, значит, он приблизил его к себе. И среди людей православных больные люди пользовались очень большим уважением. Если человек заболевал, то вокруг него собирались его родные, близкие, его знакомые, и помогали ему болеть. Прежде всего, конечно, приглашали священника, чтобы он исповедовал больного, чтобы он соборовал его, чтобы он причастил больного. И этим уже человек исправлял до какой-то степени свои душевные и духовные качества. Люди, которые собирались вокруг болящего человека, они старались освободить его от всяких мирских забот. Они брали на себя его работу по дому, они брали на себя уход за скотиной, они брали на себя уход за малыми детьми, потому что они понимали, что время болезни – это очень ответственное время для человека. В это время он должен исправить свою душу, исправить перед Господом, и это было самое главное, для чего послалялась человеку болезнь. Все это очень хорошо понимали. И вот именно так соборно помогали человеку, молились за него, молились всем миром. Конечно, никогда не избегали встречи с врачом. Обязательно приходил врач или фельдшер, кто в то время был. Если это необходимо, то помещали больного в больницу. Вы знаете, очень уважаемы были тогда и врачи, и фельдшера. И я это знаю не понаслышке. Мой прадед был фельдшером. Фельдшером в городе Малоги. Сейчас не существует этого города. Он на дне Рыбинского водохранилища. Недалеко от города Рыбинска. Так вот, мой прадед имел, он был фельдшером, он имел собственный выезд. У него было 9 детей. И всем он дал высшее образование. Его супруга никогда не работала. Она ухаживала за детьми. Вы знаете, бабушка моя мне рассказывала, что когда супруга обращалась к прабабушкам и обращалась к моему прадедушке с какой-то просьбой, он говорил ей, ну что ты, я же не врач, я же не 100 рублей зарабатываю. И тем не менее, двухэтажный дом и выезд, и уважение необыкновенное со стороны людей были уделом простого фельдшера. Простого фельдшера. Вот насколько уважительно относились люди не только к вере своей, но и к медицине. Потому что тогда они были вместе, они не были еще разделены. И вот если мы посмотрим с вами на старые земские больнички, которые кое-где еще остались в полуразрушенном таком состоянии, то непременно в этой больничке мы найдем часовню или домашнюю церковь с тем, чтобы больные обязательно имели возможность исповедоваться, причаститься. Потому что врачи того времени, они прекрасно понимали, насколько важно для человека иметь спокойную душу, иметь возможность очиститься от греховной сути. И в этом случае заболевания проходили намного легче, и выздоровление наступало намного быстрее. Вот так болели в старину. И мне очень хочется надеяться, что современное возрождение, вот это воединение медицины и православия, оно не закончится одними лозунгами. Оно действительно приобретет вот тот спасительный вид, который был ранее. Потому что нам сейчас просто необходимо возрождение вот этого единения, единения медицины, психологии, единения с православием. Потому что без этого мы можем сколько угодно с вами строить новых прекрасных больниц, покупать самую дорогостоящую аппаратуру, но люди будут продолжать болеть, потому что они забыли, что такое здоровый образ жизни. Мы всегда в советские времена проповедовали, что здоровый образ жизни – это утренняя гимнастика, это хорошее питание, это физическая нагрузка, это хороший отдых и так далее, и так далее. Ну и что? Люди как болели, так и болеют. Более того, сейчас стали болеть все больше и больше, это несмотря на то, что есть и солярии, и тренажерные залы, и все вроде необходимое для того, чтобы вести этот самый здоровый образ жизни. На самом деле, с точки зрения православия, здоровый образ жизни – это прежде всего духовное возрастание человека, это его спокойная душа и чистая совесть. Вот это и есть здоровый образ жизни человека. Здоровый образ жизни человека – это соблюдение постов, это изменение своей внутренней сути на беззлобие, любовь, милосердие, это регулярная исповедь причастия, это возможность очистить свою душу в вере и устремить ее к Господу, потому что вот это и есть путь здоровья, путь веры, путь к Господу. И у нас масса примеров есть, у нас есть все необходимые законы Божьи, мы знаем о добродетелях и блаженствах, мы знаем о том, что этим путем прошли тысячи наших святых, и они нам показывают этот путь, нам не надо ничего мудрить, ходить куда-то по сторонам, так сказать, искать. Этот путь известен, путь известен. И вот если мы с вами посмотрим на небо и увидим там огромное скопление звезд, так называемый млечный путь, так вот если все наши святые, которые прошли вот этим путем здоровой жизни, претерпели иногда мучения, неправильные гонения, претерпели смерть за веру, так вот если всех наших святых собрать, вот это и будет, то огромное множество звезд, которые указывают нам вот этот единственный путь здоровой жизни, путь веры, путь духовного возрастания. Очень бы хотелось, чтобы люди вспомнили об этом, и чтобы они с самого младенчества своих детей воспитывали вот в этом направлении, и давали им возможность духовно расти, еще будучи совсем младенчиками, даже будучи еще в утробе матери. Вот мне хочется прочитать небольшой отрывок из труда митрополита московского Макария Невского. Постоянный опыт показывает, что от здоровых родителей рождаются большей частью здоровые дети, от больных болезненные и расположенные к болезням. То же должно сказать о душевных качествах, о талантах, равно и о психических недостатках, которые передаются от родителей к детям и твердо сохраняются в потомстве, если воспитание не произведет той или другой перемены. И сказанного усмотреть можно, сколь великая ответственность за детей лежит особенно на матери, и сколько требуется от нее заботы, чтобы не передать детям своим, еще во время чревоношения, каких-либо пороков, и не закрепить бы их воспитанием. Обращаясь к будущим матерям, он говорил, «Берегите здоровье тела своего, чтобы не передать плоду твоему какой-либо болезни, а еще более, береги и порочность души твоей, чтобы не передать младенцу какого-либо порока. Чаще очищай и освящай себя святыми таинствами и исповеди и причащения тела и крови Христовой. Берегись от всякой страсти, от гнева, злобы, зависти, гордости, чтобы эти пороки души твоей не передать и младенцу. Берегись рассеянности, не предавайся греховным удовольствиям, не употребляй вина и других напитков до опьянения, а тем более до бесчувствия, чтобы эти недуги не перешли и на твоего ребенка. Напротив, старайся сохранять мирное молитвенное настроение духа, чаще бывай в церкви, чаще помышляй о Боге, чтобы такое настроение духа сообщалось и имеющему родиться от тебя младенцу. Здесь нечего добавить, дорогие мои. Если бы все наши будущие матери хоть в маленькой степени соблюдали вот эти прекрасные слова, вот эти правила, я думаю, что у нас бы прибавилось много-много здоровых детишек. Вот я сейчас смотрю на детей, которые резвятся в храме, которые приходят с родителями на воскресные службы, и я понимаю, как они здоровы, здоровы духовно и душевно. Неужели вы не хотите, чтобы ваши дети были такими же? Неужели вы не хотите, чтобы они с самого раннего детства, с самого младенчества приучались к здоровой жизни, здоровой духовной и душевной жизни? Как этого можно не желать? Как можно от этого бегать? Как можно лишать ребёнка возможности быть и вырасти здоровым человеком? Мне это непонятно. Я бы очень хотел, чтобы наши родители, молодые родители, задумались над этим. Сейчас, к великому сожалению, очень много семей неполных, в которых один родитель, и вот эти родители особенно должны понимать, что без православной церкви им не вырастить своих детей. Нельзя вырастить ребёнка, если у него семья неполная. И вот здесь церковь может восполнить, восполнить недостающее. На Руси ведь всегда были сироты, и они, собственно говоря, спасались ведь только этим. Матери приводили их в храм, и из этих ребят вырастали достойные отцы и матери. Воины русской земли вырастали, настоящие мужчины. Поэтому, конечно, позаботиться о своих детях нужно немедля. Потому что вот то, что мы сейчас наблюдаем с вами, за нашей молодёжью, говорит о том, что мы неправильно воспитываем детей. Они уже больны сейчас. Вы посмотрите, я приведу только некоторые цифры статистики. 70% мальчиков, выходя из школы, уже курят. 50% девочек, выходя из школы, курят. Почти 20% нашей молодёжи уже попробовали наркотики. 80% выпускников школ нуждаются в том, чтобы с ними занимался психолог, а многие нуждаются в том, чтобы с ними занимался психиатр. Люди уже в таком молодом возрасте теряют веру в жизнь, теряют смысл жизни. И это страшно. Это страшно, потому что то, что мы сейчас наблюдаем с вами, за нашей молодёжью, оно говорит о том, что наша молодёжь нездорова. Нездорова. И это не только телесное нездоровье. Вот если мы с вами посмотрим на те привычки наших молодых людей, на внешний облик наших молодых людей, то мы должны с вами признать, это нездоровые люди. Вы посмотрите, сейчас чуть не каждый из них имеет татуировку. Причём татуировку самую агрессивную. Татуировку, которая говорит о том, что человек преисполнен какого-то внутреннего недовольства. Он хочет проявить себя через эту татуировку, он хочет отметить себя через неё. А ведь что такое по православному взгляду нанесение на себя татуировки? Это ведь готовность принять печать Антихриста. Мы готовы к тому, чтобы нам эту печать поставили. И мне очень было жаль у тех маленьких детей. Я был свидетелем такой игры. Игры в санатории, когда был день, и вот эта игра заключалась в том, что детям наносились татуировки. Пусть в виде наклеек, но ведь вы понимаете, страшно, когда родители берут махонького ребёночка, ещё ничего не понимающего, и несут, чтобы ему наклеили вот эту печать. Ну, это не единственный случай. Если мы посмотрим, как сейчас молодые люди относятся к своему здоровью, надо понимать, что, конечно, не то, что о духовном и душевном, но даже о телесном здоровье, и то приходится говорить с большим трудом. Само по себе курение очень ведь вредно для молодого организма. Задерживается рост, задерживается развитие. Головной мозг находится в состоянии гипоксии, недостатка кислорода. Меняется обмен веществ. Особенно страшно это, конечно, для будущих мамочек, потому что, имея вот такой извращённый обмен веществ, они передаёт его своим детям. И детишки у них рождаются толстенькими, пухленькими, а потом продолжаются пухнуть и пухнуть, и превращаются в нечто такое, знаете, вот, аморфное, толстое, большое, потому что обмен веществ такой. Мамочки передали им. И эти детишки потом заболевают диабетом, и рано умирают. Они живут в среднем на 10-12 лет меньше, чем дети, рождённые от некурящих матерей. Вот мы что делаем с вами. И это ведь с нашей лёгкой руки, с нашего попущения наши дети так рано знакомятся с сигаретой. Вы знаете, есть случаи, что, кстати, вот детишки начинают курить в 2-3 года. В 2-3 года. А уже 8-12 лет это как бы совершенно нормально, что дети уже попробовали сигарету. Тоже можно сказать и о увлечении алкоголем. Вот тот пивной алкоголизм, повальник, который сейчас имеет место. Это ведь тоже следствие нашего воспитания. Это следствие той бездуховной, бездушевной атмосферы, в которой живут наши дети. Что мы передали им? Какое наследие мы передали им? Какую культуру, какое воспитание мы им передали, чтобы они вот так вот обращались со своим здоровьем? А ведь это в последующем заболевание печени. Это нарушение функции желудочно-кишечного тракта. Это большие проблемы, с которыми потом человек столкнется уже во взрослой своей жизни. Одежда наших молодых людей тоже не выдерживает никакой критики. Вот сейчас холодно, 20 с лишним градусов на улице, а девочки приходят в институт, вот я их часто вижу, с голыми животами, с голыми спинами. Мы не в Африке живем. И понятно совершенно, что такое обнажение может быть, я не знаю, приятное для глаза других молодых людей, которым хотят понравиться эти девочки. Это ведь очень серьезно. Дело в том, что переохлаждение вот спины и живота может привести к очень тяжелым последствиям. это воспаление яичников, это воспаление почек, это в последующем, в последующем внематочная беременность, это невозможность вообще иметь детей. То есть мы, вот позволяя нашим детям в таком виде появляться вот в это холодное время, мы толкаем своими руками, толкаем их к будущим болезням. Поэтому, конечно, вот то, что сейчас мы наблюдаем с нашей молодежью вызывают очень большое опасение. Возьмем вот современную привычку молодых людей посещать ночные дискотеки. Это не такая безобидная вещь, как кажется. Дело в том, что человеку обязательно нужен сон. Обязательно. Во сне он перерабатывает ту информацию, которую мы получили в течение дня. Он ее присваивает. Она становится его, эта информация. Он, просыпаясь, помнит то, что с ним было. Если человека лишить сна, то мы лишаем его памяти. И к великому сожалению, так оно и есть. Если человека лишать сна в течение нескольких дней, он на четвертые, пятые сутки просто сходит с ума. это необходимость не только для человека, для любого животного. Если щеночка двое суток не давать ему спать, он просто умрет. И человек так же тяжело переносит лишение сна. И это очень серьезно действует на его психику. К этому прибавляется еще та музыка, которая есть на ночных дискотеках, мелькания вот этого света, который там находится внутри вот этого помещения. Это все действует очень тяжело на психику молодого человека. И молодой растущий организм заканчивает это, конечно, болезнями. Эти студенты, эти молодые люди не могут учиться, они рассеяны на занятиях, они сонливы, они очень плохо запоминают, они не могут воспроизвести потом то, что они слышали. То есть это проблема и создается впечатление, что специально людей толкают на это. Точно так же, как специально толкают их на то, чтобы они ночами сидели в интернете и жили вот в этом виртуальном мире. Компьютерная зависимость сейчас такая же тяжелая зависимость, как зависимость наркотическая. От этого тоже страдают наши дети и это тоже приводит к их тяжелым болезням, в том числе и болезням психическим. Сейчас очень развита и горная зависимость. Я уже не говорю о тех наркотиках, которые практически на ночных дискотеках постоянно присутствуют. Постоянно присутствуют. И человек впадает в зависимость от всего этого. Он становится рабом. Православие это вера свободных людей. Это людей, которые не зависят от обстоятельств жизни. Они понимают, что у них есть поддержка, у них всегда есть спасение. Они всегда могут обратиться к высшим силам, к Господу нашему Иисусу Христу, к Пресвятой Богородице, к своим святым. И они непременно придут им на помощь. Вот эти дети, они становятся рабами сигареты, алкоголя, игорной зависимости, наркотика. Рабами, которые, как видите, готовы даже подставить свою спину, живот, руку под печать, печать, которую когда-то, наверное, поставят Антихрист на людях, которые вот так рабски готовы подставить свои спины, животы, лбы и руки. Это очень печально. Это говорит о том, что мы не ведем сейчас здоровый образ жизни. Мы не знаем, как жить по-настоящему. Не только сами, но и детей своих мы этому не учим. Поэтому, конечно, болезни нас посещали, и болезни, к великому сожалению, будут посещать и нас, и, что самое страшное, наших детей. Потому что мы не воспитываем их, не растим их так, как полагается, так, как нужно делать для того, чтобы они действительно стали людьми. Я уже говорил в прошлый раз, что человек воцерковленный болеет во много раз реже, тем человек, который не ходит в храм. И это действительно так, это показывает статистика. По разным болезням от двух до восемнадцати раз реже болеют люди, которые регулярно исповедуются и причащаются. Когда на земле были чума, холера, и когда эти страшные болезни подходили к городам, к селам, тогда все зависело от духовного и душевного состояния тех, кто здесь жил. Потому что если в этом городе были храмы, был хороший колокольный звон, то эти болезни обходили город в сторону, они не заходили туда. И недаром люди в священном звании, монахи, они совершенно спокойно оказывали помощь больным, которые страдали вот такими страшными инфекционными заболеваниями. И очень часто эти болезни их не касались, потому что духовное и душевное состояние человека было так высоко, а его любовь и милосердие к страдающему человеку были такими искренними, что эти люди сами не болели. Вот почему, когда мы говорим о здоровье и о том, как предупредить болезнь, мы должны помнить о том опыте, который есть у православия. И если мы с вами обратимся к нему, если мы будем следовать этим путем, то болезни наши намного реже будут посещать и нас, и наших детей. Помогаю вам, Господь, дорогие мои, я желаю вам всего доброго, счастья в вашем доме и благодать Божья да пребывает с вами. Спасибо за субтитры Алексею Дуброва.